Меня спрашивали на недавнем стриме на твич, будет ли видео про мероприятие рассвет. Так что я обещал, я делаю полное руководство первого дня по новому ивенту. Итак, ради чего вообще тебе участвовать в этом ивенте? Ну, например, для того, чтобы получить новую плазменную винтовку ледяной натиск. Или новые роллы старого оружия из этого ивента с измененным уровнем силы и новым набором перков. Речь о пистолете-пулемете «Холодный фронт» и просто пулемете «Лавина». Спойлер, оружие обязательно мы обсудим еще в другом видео. Посмотрим, какое лучше, какое хуже и, конечно, какие перки на них искать тоже решим. Итак, какая же основная механика этого мероприятия? Ну, по сути, мы будем печь печеньки. Да, Эва Леванте выдаст вам специальную печь, в которой мы сможем изготавливать особое угощение для разных вендоров в игре. Корабль-кексы для Аманды, галья-плю... Гьялор-плю... Гьялор-плюшки для завалы и так далее. По сути, у каждого вендора будет свой рецепт печенья, которое придется ему по вкусу. Когда вы будете отдавать вендорам печенье, они в ответ будут давать вам рассветные подарки. В них не будет ничего особенного, зачастую это просто синий шмот, который падает вам в любых активностях. Но иногда среди наград будут попадаться специальные паки легендарных подарков. Добро за добро. Вот из них вы и будете получать те самые легендарные награды, о которых я сказал в начале. Плазменная винтовка, пистолет-пулемет и пулемет. Но прежде чем вы отправитесь дарить подарки всем подряд, вам нужно сделать еще одно важное дело. Превратить печь в абсолют. Для этого, когда вы получите печку от Эвы, вам нужно будет испечь все печеньки. Но чтобы сделать это, вам необходимо знать все рецепты и знать где брать каждый ингредиент. Каждый рецепт состоит из трех ингредиентов. Первый будет зависеть от расы противника, из которой вы их будете выбивать. Второй зависит от способа убийства. А в третьей ячейке располагается эссенция рассвета. Это такой скрепляющий ингредиент для любого рецепта, который выпадает вам за завершение разных активностей в игре. Итак, вот список ингредиентов, которые вы можете получить за фарм разных рас противника. Масло вексов, одержимое масло, масло кабал, темный эфирный тростник, эфирный тростник и хитиновый порошок. Важно понимать, что для добычи каждого из этих ингредиентов нужно убить не по одному сопернику. То есть шанс выпадения не один к одному, тут есть некий рандом, помните об этом. Во второй слот печки нужно вставить редкий ингредиент. Для их добычи также нужно убивать разных противников. И тут ещё зависит от того, как именно вы их убьёте. Например, для ингредиента острого вкуса вам нужно убивать соперников мечом. А для взрыва вкуса совершать убийство гранатами. Сейчас перед вами на экране все способы добычи ингредиентов. После того, как вы научитесь быстро фармить все эти ингредиенты, можно приступать к готовке. Или же готовьте печенье по мере получения нужных ингредиентов. Список всех ингредиентов огромен. Все рецепты, что вы видите на экране сейчас, это старые рецепты для вендоров. Кроме них, в игре появилось ещё пять новых. Вот они. Для Шоу Хана на космодроме понадобится эфирный тростник и посыпка из пуль. Для Тесс Эверис нужен хитиновый порошок и многогранность вкуса. Для Варикса на Европе хитиновый порошок и электрический привкус. Для Ворона на спутанных берегах, тёмный эфирный тростник и баланс вкуса. Ну и для самой Эвы, одержимое масло и превосходная текстура. Отдельно я бы хотел рассказать о печенье для Ривен. Ривен это финальный босс рейда Последнее желание, если ты не знал. Но бояться не нужно, ты можешь попасть к ней и без прохождения рейда. Просто воспользуйся стеной желаний на рейде и тебя переместит сразу к боссу. Вот желание. Субтитры сделал DimaTorzok Чуть не забыл, когда вы только начнёте квест и получите печь, испечёте первое угощение для завалы, он гарантированно выдаст вам ответный подарок, из которого выпадет та самая новая плазменная винтовка. Как я и сказал ранее, одной из главных целей в первые дни для вас станет создание абсолют печи. Для этого воспользуйтесь всеми рецептами. Это позволит вам печь печенье проще и использовать меньше ингредиента эссенция рассвета, которую придётся поформить. Теперь давайте перейдём к тому, где и как формить её быстрее. Это можно делать и в соло, и в команде. В команде, конечно, быстрее будет. По сути, вам нужно проходить любую активность в игре. Налёты, гарнила, гамбит, охоту и так далее. За каждый заход вам будет падать по 15-16 эссенций. Для соло игроков одним из лучших способов фарма внезапно оказалась охота на гневорождённых. Напомню, вчера приманка получила некоторые изменения. Теперь она заряжается в два раза быстрее, а зарядов копит не 3, а целых 5. Так что если вы играете в соло и как раз ещё фармите оружие, охоты, например, то для вас этот способ будет очень удобным. Для командных игроков я бы советовал проходить легендарные затерянные сектора. Втроём или вдвоём эти сектора пробегаются очень быстро, а вот эссенции за них будут давать как за полноценный пройденный налёт или матч гамбита. Что ж, это основные механики ивента. Мы ещё вернёмся к его теме, когда будем внимательно рассматривать наградное оружие, пулемёт, плазменную винтовку и пистолет-пулемёт. А пока что идём печь печенье и заряжаться настроением. Спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал. До связи.